Дейл Повар на дому Итак, я на ранчо Гибсона Я познакомился с парнем по имени Дейл Он настоящий, что не наезд ковбой Привет, Кертис, я Дейл Гибсон У нас с женой ранчо, здесь, в Южной Калифорнии Приближается десятая годовщина нашей свадьбы И мне нужна твоя помощь, приятель Хочу удивить жену чем-нибудь эдаким Нужно приготовить какой-нибудь деликатес То-то она порадуется И если это получится, быть может Она проживет со мной еще 10 лет Ну, что скажешь? Дейл, где ты здесь? Надо найти его Дейл! Эй, привет! Что здесь такое? Ты первый ковбой, увиденный мной вживую Как дела, приятель? Спасибо, хорошо Я видел твою запись, где ты просишь приготовить к обеду что-нибудь особенное Да, для моей жены В годовщине Понятно, значит, нечто необычное Да А раньше ты готовил? Да не то чтобы Пару примитивных бутербродов Вот и все мои способности А она поесть любит? Мясо с картошкой Вот что мы едим здесь на ранчо Морепродукты для нас экзотика Морепродукты? Да, любим их Что ж, я вижу, у вас тут есть хороший гриль на веранде Да Любишь гребешки? Люблю Их хорошо делать на барбекю Красота? Мы любим бывать на воздухе Есть еще кое-что, что я давно хочу сделать Это печеные клеммы Приготовим морские моллюски особым способом Рыбу и выпечку Идет Как лошадок зовут? Это Солти, а это Дэн Привет, хороший Хочешь прокатиться? Ты серьезно? Абсолютно А страховка будет? Черт его знает Ну, пошли Смотришься хорошо Я катался-то всего раз или два А как управлять? Вот так? Вот так А где жена? В доме? Пошла на спа-процедуры Да Значит, она ничего не знает Я ей ничего не сказал Итак, гребешки, моллюски и, пожалуй, лук-де-мер Что? Я не знаю, что это, но мне нравится Это хорошая рыба У тебя получается Молодец, Дэн А как пустить его вскач? Руки вперед, он очень быстр Его дедом был нейтив-дансер Скаковая лошадь номер семь по рейтингу за все годы Шутишь? Я ведь не умею ездить верхом Этот конь очень быстр Осторожно, я же говорил, что он быстр Где тормоза? Откинься и просто кричи Ой, ограждение Не свались, прошу Пожалуй Ну, Дэнни, ты лихач Молодец Что, готов? Говорил же, что он очень быстрый Так, давай-ка лучше отправимся за продуктами На лошади ты был хорош Буду ли я так же хорош на кухне? Ты молодец А ты всегда ходишь в бокале и в шляпе? Я всегда хожу в шляпе Мне нравится Взгляните Он даже в шпорах С чего начнем? Думаю, прямо с морепродуктов Чего желаете? Как у вас с гребешками? Найдутся Нам пяток Хорошо Приготовим их на гриле Добавим свежие конские бобы И сделаем салатик А это не сложно? Ничуть, я рад Итак, о закуске мы позаботились Дайте нам пакетик гребешков И вот этого морского окуня, что в углу Луп-де-мер Это вид рыбы Он вроде черного окуня И готовится по-разному Мы приготовим его в мешочке Внутрь нальем немного жидкости И положим мешок в духовку Там она начнет пропариваться То есть жидкость, ясно? И это создаст среду для готовки рыбы Так сохраняются все ароматы Такой способ очень хорош Вкус гарантирует Спасибо большое Удачи Спасибо вам Так, давай посмотрим дальше Когда готовишь морепродукты А особенно гребешки Нужно позаботиться о вине Мы будем готовить эти замечательные конские бобы И нам нужно нечто, что усилит богатство вкуса Думаю, что это должно быть все-таки белое вино Может, шардоне или что-то в этом роде У вас ведь десятая годовщина, да? Да Значит, нам нужно нечто особое Шампанское, пожалуй, не стоит А вот это также, немного не то Ты говорил о моей десятой годовщине Так что же мы Не выпьем шампанского? Конечно, выпейте Я сейчас говорю о вине для кулинарных целей А вот это, пожалуй, подойдет Железная лошадь Как тебе? Идеально То, что надо Возьмем-ка две бутылки Одна для готовки, а вторая к столу Да, именно так Можем и пиво выпить На ранчо вы, наверное, ведете здоровый образ жизни Да, мы едим много овощей и фруктов Молодцы На десерт сделаем чудесные черничные кексы Это я люблю Черника, то, что надо В ней полно антиоксидантов И в борьбе с раком она на первых ролях О, здорово Супер ягода Будем оздоровляться Точно На закуску сделаем гребешки на гриле Конские бобы И салат из поджаренных помидоров А основным блюдом будут печеные клеммы по-французски С луп-де-мер Морским окунем И с овощами А на десерт подадим каждому черничные кексы С карамельным сиропом Теперь у нас есть все Хорошо Возвращаемся на ранчо Пошли Что-то я нервничаю В доме ведь нет лошадей? Нету, нету Приготовим очень простенький салат Бобы, поджаренные томаты И запеченные на гриле гребешки Великолепно Все очень просто Бери помидоры и бросай сюда Всех цветов Всех цветов Так, немного посолим Сбрызнем Добавь перца Теперь нужно оливковое масло Вот оно здесь Щедро польем им Щедро Скажи, когда Хорошо Духовку поставил на 180 Давай их сюда Мне уже жарко Хорошо Затем нужно нарезать немного мяты Она пойдет в салат Зажимаем ее вот таким образом И режем Вот так Осторожно, пальцы А у меня тоже быстро получается Все путем Не торопись Ковбою лучше быть с десятью пальцами Нежели без единого Настала очередь этих замечательных стручков Расскажи-ка о своей жене Фитер Она с детства ездит верхом, как и я Ее мачеха была чемпионкой мира по скачкам с препятствиями И жена этим занимается Поразительно, правда Это уже наш образ жизни И нам все это нравится Кидай бобы в воду Все, да? Да, будем бланшировать их Бланшировать? А это что? Варить Понял Примерно минуту Минуту-полторы А теперь займемся приправой Делал когда-нибудь? Нет Делал только гамбургер Так У нас есть яблочный уксус Берем две-три столовые ложки А теперь взбивай Как? Венчиком И добавляй оливковое масло Получается эмульсия Добавляй прямо в центр Теперь надо это слегка взболтать Это очень-очень простая заправка Чем больше взбиваешь ее Тем лучше Она становится однородной и густой Свежемолотый черный перец Представь, что это веревка Лассо Готово Хорошо, бобы, наверное, готовы Нужно их слегка охладить Хорошо Хватит с них Надо их почистить Доставай и чисть Клади снова в воду Эти бобы кладем в миску Излишнюю жидкость убираем Обмакиваем в заправке А сейчас Пора вынимать помидоры из духовки Слышишь? Это тихое шипение Ой, как я не ловок Давай вот так Замечательно И пахнет хорошо Пусть немного остынут А потом перемешаем их с бобами А пока можно приступать к зажариванию гребешков Посыпем их солью Достаточно Немного перца Так, крутить? Да Спрашивают, крутить? А ты никогда этого не делал? Нет? Вот так Чудесно А теперь сбрызни вот этим Сбрызну Достаточно Прекрасно Они готовы к жарке Потрем их немного Похлопаем Давай Замечательно Сделай вот что Забирай И прямо на гриль Ковбой готовит деликатес Мне нравится Точно Только теперь она захочет Чтобы я это делал все время Не сомневайся Если начал, не остановишься Итак Оставь их на гриле на полторы минуты И не трогай Нельзя, чтобы они не дожарились Но их очень легко и пережарить Тогда они будут резиновые Еще 60 секунд Все Теперь их надо поддеть снизу Видишь, какой получается красивый Золотистый оттенок О, да Еще 30 секунд И готово Хорошо Это к салату? Да, это к салату Замечательно Это будет так вкусно Старик Повар на дому Мы в гостях у Дейла Гибсона Помогаем ему приготовить нечто особенное Он хочет удивить жену Хитер Во время празднования 10-й годовщины свадьбы Хитер сейчас находится в спа Салоне И не ведает, что происходит на ранчо А сейчас приступаем к главному блюду И начинаем готовить морского окуня и моллюсков Так у нас получаются печеные клеммы Красота Чтобы их приготовить, нужно вырыть ямку на пляже Обложить ее морскими водорослями и горячими камнями У нас это не получится Сделаем по-хитрому Как же? Вообще-то это французский метод приготовления Он называется Энкапушоне Что означает подушка Ты действительно готовишь в подушке? Для начала Вот тебе лист бумаги Вырезай из него сердце Сердце? Да Что ж Нет, оно не для меня Позже узнаешь А я вырежу свое Замечательно Смотри А у тебя что? Поаккуратнее, покрасивее Ничего не поделать Складываем их вместе В этом мы и будем готовить Хорошо Наша задача Тоненько-тоненько порезать овощи Вот у нас есть лук-шалот Чеснок Морковь И лук-порей Лук-порей уже расщеплен Остается нарезать его тонкими полосками Главное, ногти не срезать Вот так Итак Бери теперь немного пореи Немного морковки Чеснока Чудесно Бери свой кусок рыбы И клади его сверху А также пять Да Пять малюстков Обкладываем рыбу Немного солим Вот такая сборная солянка Перчим И последний штрих Лимонная цедра Вторую половину сердца Кладем вот таким образом И присбариваем слегка Не думаю, что у меня получится Все будет нормально Ты молодец Прежде чем закончить Приподними-ка все это хозяйство И вливай туда приправу Достаточно Все компоненты на месте А белое вино Придаст аромат И смочит содержимое У меня противень В духовке Наверное уже накалился Когда эта штука Окажется на противне Она сразу начнет Попыхивать Пар образуется От этих Нескольких капель вина Видишь Как пропаривается Да И слышу, как шипит Как только пошел пар Доводим температуру до 200 Привет, милая Как дела? Тебе нравится? Да? А когда вернешься? Так скоро? Хорошо Удачи Очень-очень скоро Правда? Что там с рыбой? Сейчас заделаем десерт И надену-ка я чистую рубашку Давай Я подумал Может сделать десерт В ковбойском стиле Как считаете? Давайте приготовим Черничные кексы Что-то типа тортиков Это французский десерт Закладываем фрукты И делаем кашицу Заливаем ею миндаль Проще простого Кашица с миндалем У меня есть поджаренный миндаль Три четверти стакана Нужно превратить его в порошок Включаем Миндаль превратился в стружку Это очень важный связующий компонент Добавляем соль Получается такая гранулированная структура Затем насыпаем две трети стакана сахара Готово Следующая на очереди мука Нам понадобится одна столовая ложка Давай, давай, давай Основа готова И мы добавляем в нее два яйца Три яйца Нет, два Поехали Видите, что получается? Все превращается в кашицу Так, все смешали А теперь выливаем все в кружку Вот так Берем немного черники И кладем ее в каждую формочку Выливаем кашицу прямо на ягоды Вот так Восхитительно А теперь помещаем эти формочки в духовку Продержим их там 15 минут А теперь на очереди сироп Это будет чудесный черничный сироп С добавлением ванили и сахара Сначала в ваниль, режем ее И кладем ее на горячую сковородку Она может быть и не горячей Берем чернику и помещаем в кастрюлю А дальше Она уже приехала Ее машина уже здесь? Да Черт, она уже здесь Давайте все к двери Все к двери Билли, ребята, стойте здесь Сюрприз Дорогая, тебя ожидает небольшой сюрприз С годовщиной Здесь какие-то люди Как поживаете? Извините за беспокойство Я Кёрти Стоун Мы снимаем шоу «Повар на дому» Со мной вышел на контакт Ваш замечательный муж Он мне все про вас рассказал И поведал такое, что за 10 лет Ни разу ничего для вас не приготовил Мы вместе составили скромное меню И я его кое-чему научил на кухне Прошу вас Спасибо, я угощу вас бокалом вина Итак, ребята на веранде пьют вино Гребешки сняты с огня Я положу салат и бобы И небольшой штрих Если у вас нет металлического кольца Ничего страшного Все равно все будет очень и очень красиво Гребешки просто изумительны Положу на каждую тарелку по три Вот так У нас еще есть заправка Польем ею тарелку В круговую Так Пора ужинать Начинаем праздничную церемонию Напоминаю, что все это приготовлено руками Дэйла В другой раз вы позвоните ему и скажете Милый, приготовь-ка гребешки на обед Так? Так Приятного аппетита Оставь-ка свой телефон Вкусно? Очень А ты не знала, что я так готовлю На закуску сегодня мы взяли бобы, жареные помидоры А сверху положили запеченные на гриле гребешки Значит, ты сможешь это повторить? Я получил ценные указания Далее рыба Она запекалась в духовке Взгляните только Изумительно А куски какие большие Положим их вот так А этот сюда Запах чудесный Я это не открывал Сейчас узнаем их мнение Это главное блюдо Оно состоит из рыбы, моллюсков и овощей Все готовилось в подушке Вам остается лишь проткнуть это вилкой Вот так Вот, пожалуйста И вы буквально едите это из подушки Правда здорово? Чудесно Ух ты, моллюски раскрылись Пожалуй, еще один штрих Секундочку Немного резаной петрушки Оливкового масла Ну вот, вкушайте Спасибо Никогда не готовила моллюсков К нашему главному блюду Мы приготовили печеные клеммы Рыбу луп-де-мер И запеченные овощи А что это за рыба? Морская Та, которая плавает в море Замечательно, дорогой Ты постарался? Да уж Они на веранде Проводят время в романтической обстановке У них десятая годовщина свадьбы Они заслужили право побыть вдвоем А я завершаю приготовление десерта Он несложный Мне осталось покончить с сиропом Берем ванильные стручки Снимаем с них все это Все, все Черное золото Вот так Теперь немного сахара Достаточно Черника и так сладкая Поэтому сахара нужно немного И добавим капельку воды А теперь все это нужно разогреть Посмотрим, как там наш соус Нас интересует цвет Еще пара минут и готово А эти, по-моему, уже готовы Смотрите Вынимаем их О, восхитительно Красота! Готово, готово И это подается с великолепным черничным сиропом Обратите внимание на узор вокруг тарелки В этом вся изюминка Добавим еще один маленький штришок Посыплем кексы сахарной пудрой Вот так, сверху Замечательно Великолепно Интересно Что они скажут? Вот, ребятки, настал мой любимый момент Вынос десерта Здесь у нас индивидуальные черничные кексы И к ним сироп Его нальете сами Я вас покидаю Празднуйте годовщину своей свадьбы Рад был познакомиться Большое спасибо Все было замечательно Наслаждайтесь едой и друг другом Пока Спасибо Пока Давай я, сколько тебе? Ну как? Очень хорошо На десерт мы приготовили симпатичные кексы с сиропом Для кого я только не готовил Но эти двое лучше всех Уже все? Может, добавки? Ну, хорошо Увидимся Я не помогал, но давал ему свои советы Рассказал о своих предпочтениях Годовщину отметили чудесно Ей это навсегда запомнится Вряд ли мне удастся еще раз достичь таких вершин Но это было здорово Спасибо, ребята Угощение просто прелесть Все было так красиво Это был эффектный жест Я долго не смогу это забыть Наверное, никогда